Здравствуйте! Сегодня я вас хочу научить рисовать в фейнт с помощью залитых фигур пизож. Основной инструмент у нас сегодня будет овал. Мы будем рисовать овалом радугу. Каждый, наверное, знает такую поговорку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Первое слово каждый значит к красный. Берем красный цвет и дело в том, что берем его и в серединку. Вот оба цвета красные. А также вот здесь, где заливка, сплошной цвет отмечаем. И рисуем так посредине нашего листа. Вот выровнять можно. Вот такой большой овал красный. Отщелкнем. Теперь каждый охотник. Охотник у нас оранжевый цвет. Вот от начала нашего овала до... Ага. Вот оба цвета, помним, должны быть оранжевые. Вот. Чтобы у нас и контур, и заливочка были оранжевые. От красного оставляем такую небольшую полосочку. Отщелкиваем. Каждый охотник желает. Желает это желтый. Оба цвета, помним, желтый. И контур, и заливка. Рисуем. Всегда можно поправить, подтянуть, уменьшить, увеличить. Вот когда всем будем довольны, ну, примерно. Так. Отщелкнули. Каждый охотник желает знать. Знать зеленый. Пусть этот зеленый. Или можно выбрать что-то поярче, поинтереснее. Пусть такой будет зеленый. Но помним, оба цвета у нас зеленый. Вот цвет 1 и цвет 2. И контур, и заливочка. Зеленые. Чуть-чуть можно... Так, если что-то не то, у нас есть стрелочка, которая возвращается назад. Убирает то, что мы напортачили чуть-чуть. Вот это очень полезная стрелочка. Влево. Также есть вправо, которая возвращается, если мы передумали. Так, вот у нас каждый охотник желает знать. Теперь где? Где это голубой? Голубой. Ну, пусть будет вот этот. Выберем как голубой. Так, опять же наш овал. Все делаем, чтобы было у нас поаккуратней. Чуть-чуть вот так подтянем. Голубой. Где синий? Вот у нас оба цвета синие. Овал. Подравниваем. Фазан фиолетовый. Оба цвета фиолетовый. Овал. Подтягиваем. Выравниваем. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. И последний цвет, хоть у нас уже скоро наша поговорка закончилась, берем белый. И помним, оба цвета белые. Вот, белый цвет нам нужен для того, чтобы убрать лишнее от фиолетового цвета. Вот, чтобы у нас осталось только контур нашей радуги. Вот, готова радуга. Теперь закрасим небо. Небо нужно выбрать такой цвет, чтобы он не повторял те цвета, которые в радуге находятся. Иначе что-то будет не то. Выберем первый цвет голубой и заливочка. Это будет достаточно. Вот на фоне голубого неба такая симпатичная яркая радуга. Теперь берем белый цвет. Опять овал. Оба белых цвета овал. И делаем такие овальные облачка, которые у нас скроют края нашей радуги с двух сторон. Такие пушистенькие, мягенькие. Вот, веселенькие. Веселенькие. Ну, вот примерно так. Можно ищу как-то. Вот. Внизу у нас, естественно, земля. Земля, цвет. Берем тоже зеленый, которого еще не было. Ну, допустим, такой. И для земли нам подойдет прямоугольник. Он будет залитый. И потом с самого края делаем прямоугольную землю. Ну, если захотим ее немножко расширить. Вот это я не то сделала. Нужно найти, где он может расшириться. Ну, если хотим выше, можно добавить еще один прямоугольник. Выше. Вот, если не нашли там кончик. Теперь возьмем коричневый. Такой цвет симпатичный коричневый. Вот мы его добавили. Оба цвета коричневые. И делаем ствол дерева. Вот такое тоненькое дерево. Цек растет от земли. Отщелкнули. Опять нам нужен какой-то интересный зеленый, которого еще не было. Ну, допустим, вот этот. Посмотрим. Да, такого еще не было. Окей. Овал опять. И делаем... Ага. Помним, забылишь? Я забыла, что оба цвета у нас должны быть зеленые. И делаем вот дерево из таких тоже овальчиков. Вот такое симпатичное молоденькое дерево. Вот. Выделяем это дерево. И можно правое копировать, потом правое вставить. А можно контур. Зажимаем. И крестиком переносим так, чтобы только выровнять. Вот делаем несколько таких деревьев. Ну, вот растут они в нашем поле. Можно поближе. Тут уже выравниваем контур линии. Можно из той стороны добавить. Вот. Вот такой рисуночек. С помощью залитых фигурок овала и прямоугольника. Закрываем. Сохраняем. Назовем наш рисунок радуга. Сохранить. Попробуйте повторить.